Где в современном мире находится та грань между привлекательным и допустимым и аморальным и неэтичным? И сколько обнаженного тела сегодня позволено показывать на экране в искусстве и в жизни? Не так давно в нашей стране коммунисты убедили народ, обнаженное женское тело это пошло, недопустимо и запретно. Никакого намека на ноготу тогда не было и быть не могло, а в советских фильмах все заканчивалось поцелуем. И после того, как железный занавес пал, олицетворением эпохи стала знаменита фраза советской женщины во время телемоста в США. У нас в телерекламе все крутится вокруг секса. Есть ли у вас такая телереклама? Но секса у нас нет и мы категорически против этого. Секс у нас есть, у нас нет рекламы. С тех пор прошло уже достаточно времени и взгляды на откровенность у наших соотечественников несколько изменились. В искусстве нормально, а если это не пошло, то в общем-то нормально. На широком массовом экране, мне кажется, надо как-то аккуратно с этим. А вообще хорошо отношусь, если это красиво. Кому-то нравится, кому-то нет. У каждого свои вкусы. В современном искусстве жанр ню начинает возвращать заслуженную популярность. Во Владивостоке появляется все больше моделей, готовых раздеться перед камерой, и фотографов, которым интересно это снимать. Антона и Александра вместе уже 8 лет. При этом 6 из них работают в тандеме, фотографируют девушек в жанре ню. Общий взгляд у этой пары не только на жизнь, но и на творчество. Ребята считают, что главное на обнаженной фотографии – это эмоции модели, ее глаза и жесты. Хочется потихонечку как-то развивать, чтобы люди понимали, что это творчество, это не пошлость. Это красиво. Да, что это красиво, и можно преподнести фотографию ню интересно, с эмоцией какой-то. Тем временем, когда одних смущают откровенные фото, другие ищут зрелищ куда более смелых. Музеи эротики начали появляться в Европе еще в 60-х годах прошлого века. Наиболее известный из них находится в Берлине, Амстердаме и Париже. Теперь очередь дошла и до Владивостока. Музей 18+, это музей для взрослых, в котором через эротическую тему мы рассказываем о истинных потребностях человека, которые незаметны, но которые проявляются через различные сексуальные проявления. Со временем, когда люди придут к нам, пройдут, посмотрят, они поймут, что мы делаем что-то хорошее. Новость об открытии музея 18+, во Владивостоке уже успела создать немалый резонанс. Некоторые выступают категорически против публичной эротики, вторые думают, что и такого рода искусство имеет право на существование, а третьи с любопытством ждут открытия, чтобы своими глазами увидеть и только после сформировать собственное мнение. Тем временем посетить такой музей совершеннолетние горожане смогут уже в начале этого лета. Александра Нитая, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.